Один из наших братьев, после Рамадана я его навестил здесь в гостинице, он из арабской страны, может быть многие его знают, один шейх, и он говорит, у меня есть сегодня радостное событие, мне вот пришло подтверждение, что он является прямым потомком пророка Мухаммада, он говорит, мы знали, что мы относимся к ним, ну вот пришел документ, и является Миналь Ашраф. И потом, когда я сказал одному брату, тот его поздравил, и он мне говорит, Асад, зачем ты сказал, говорит ему, я говорю, ну, Машаллах, мы за тебя порадуем, не для этого я тебе говорил, просто я хотел свою радость тобой разделить. Для меня, Шараф, для меня, конечно, почет, что я потомок пророка Мухаммада, но я не хотел бы пользоваться своей родословной, чтобы меня возвышали из-за этого люди, что я потомок пророка, поистине, целый клан есть курашитов в Мекке, из них есть богобоязненные люди, из них есть те даже, которые намаз не читают. И наилучший из вас, кто, кто более набожный, сказал Аллаху Субхану Ата'аля. Дядя пророка Мухаммада, саллаллаху алейсалям, в аду, именно то поспособствовало, что один из сабов, из причин, то, что он не произнес, ла иллах, иллах, то, что он пошел за своими дедами, которые поклонялись идолам. Когда пророк, саллаллаху алейсалям, рядом с Абу Талибом сидел, «Я Амми, я Амми, кул ла иллаха, иллах, ашфау ла ка яума л-кияма». О, дядя, о, дядя, скажи, ла иллаха, иллах, одно слово, я заступлю здесь, я в судный день. С другой стороны, курашиты, которые были, его родственники, говорили, «О, Абу Талиб, отдаляешься ты от милли, от пути Абу Абдул-Мутталиба, ведь мы поклонялись всегда идолам». И так он ушел из этой жизни, не сказав «Ла иллаха, иллах». Поэтому есть такое высказывание, «Поистине истина не познается через мужчин, а мужчины познаются через истину». То есть нельзя сказать, например, если такой-то человек так сказал, значит, это все «патай», то, что это все уже точно, достоверно. Не нужно смотреть, кто что сказал, а нужно смотреть, что он говорит на слова, истину ли он говорит или нет.